Лекция номер 4. Правовое регулирование труда медицинских работников. Вопросы, которые мы рассмотрим на лекции, это нормативное регулирование труда медицинских работников, трудовые отношения, понятие основания возникновения стороны, а также права и обязанности работника и работодателя, трудовой договор рассмотрим, а именно понятие стороны, порядок заключения и расторжения, особенности регулирования труда медицинских работников и напоследок мы рассмотрим юридическую ответственность медицинских работников, а именно это дисциплинарная ответственность. И переходим к рассмотрению первого вопроса. Нормативные правовые акты, которые регулируют труд медицинских работников, они представлены следующими уровнями. Это Конституция Российской Федерации, конкретно статья 41.72, это трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, постановления правительства, приказы Минздрав соцразвития. Режим специального законодательства составляют такие нормативные акты, которые были приняты непосредственно для регулирования медицинской деятельности и имеют свой особенный круг регулируемых отношений. Основной документ, который определяет права и обязанности медицинских работников, это же, конечно, Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года. Какова же регламентация? Что содержит конкретно для тех вопросов, которые нас сегодня интересуют? Какой круг? Это трудоустройство данного работодателя в любое медучреждение. Здесь же вопросы у нас для установления рабочего времени. Вопросы связаны с организацией труда и управления трудом. Это профессиональная подготовка, переподготовка. И также вопросы, связанные с повышением квалификации работников. И вопросы здесь также содержатся, конечно же, материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда. О своевременном, в полном размере выплату справедливой заработной платы, по разрешению трудовых споров и вопросы, связанные с обязательным социальным страхованием работников. Значит, следующий нормативный акт, который нас интересует касательно нашего вопроса, это федеральный закон от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Какова же регламентация? Регулируют отношения, которые возникают в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 1. Правовые, организационные и экономические составляющие охраны здоровья граждан. 2. Права и обязанности человека отдельных групп населения в сфере охраны здоровья. 3. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи. 4. Доступность качества медицинской помощи. 5. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи. 6. Профилактика в сфере охраны здоровья. 7. Соблюдение врачебной тайны. 7. Следующий нормативный акт, который регулирует трудовые отношения, это Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года. С дополнением, конечно же, мы будем с вами обращаться к нормативной базе в интернете. Это консультант либо гарант. Там по сегодняшний день все изменения, дополнения имеются. Значит, регламентация. Это охрана прав и свобод человека и гражданина, в нашем случае пациента. И касательно вопросов, связанных с общественным порядком и общественной безопасностью. Ну, понятно, это в области медицины. Следующий нормативный акт, это постановление правительства Российской Федерации от 14 февраля 2003 года о продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности или специальности. Какова регламентация? Установить для медицинских работников следующее сокращенное рабочее время в зависимости от занимаемой ими должности или специальности. 36-часовая рабочая неделя работников таких сфер инфекционные больницы, центры, отделения по профилактике и борьбе со спидом, инфекционными заболеваниями, лаборатории, осуществляющие диагностику ВИЧ-инфекции, психиатрические, нейрохирургические, наркологические, лечебно-профилактические организации, физиотерапевтические, лечебно-профилактические организации. И 33 часа в неделю это касательно лечебно-профилактических организаций, учреждений поликлиники, амбулатории, диспансеры, медицинские пункты, станции, отделения физиотерапевтические, лечебно-профилактические организации и стоматологические организации. 30 часов в неделю это туберкулезные и противотуберкулезные организации здравоохранения и их структурные подразделения, патологоанагемические отделения, учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы, работа с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. 24 часа в неделю для медработников, которые осуществляют гамм-терапию, гамма-облучение препаратами в радиоманипуляционных кабинетах и лабораториях. Следующий нормативный акт это постановление правительства Российской Федерации от 6 июня 2013 года о продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда, предоставляемого отдельным категориям работников. Регламентация следующая. Продолжительность ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска за работу с вредными или опасными условиями труда медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лицам работы, которых связаны с материалами, содержащих вирус иммунодефицита человека по перечню согласно приложению. Следующий нормативный акт это приказ Минздравсоцентрозвития Российской Федерации от 23 июля 2010 года об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, служащих квалификационного характеристики должностей работников в сфере здравоохранения. Регламентация способствует правильному подбору и расстановке кадров, повышению деловой квалификации, разделению труда между руководителями и их должностями, единство подходов при определении должностных обязанностей категории работников и предъявляемым к ним квалификационных требований. Следующий нормативный акт это у нас приказ Минздравсоцразвития от 8 октября 2015 года об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки здравоохранения и медицинские науки. Регламентация следующая касательно условий разделения труда, разные квалификационные требования, уровень профессионального образования, дополнительные профессиональные образования и различные должности. Следующий это приказ России от 16 апреля 2008 года о номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации. Регламентация следующая это перечень специальностей медицинских и фармацевтических работников и присвоение категории соответствующих специальностям. Далее приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных автономных учреждениях и разъяснение о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях. Регламентация следующая это установление систем оплаты труда работников в бюджетных учреждениях здравоохранения, это выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, это выплаты за качество работы, выплаты за стаж непрерывной работы в услугу лет, премиальные выплаты по итогам работы. Всякие у нас имеют право на труд в условиях, которые отвечают требованиям безопасности и чистоты на поощрение за работу без ущемления и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Это у нас понятно. Право же на защиту от незанятости и право на специальные групповые трудовые дискуссии с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения может иметь составное звено этих конституционных гарантий. является конечно же что? Право на отдых. Работающим по трудовому договору гарантируется установленный федеральным законом длительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. И прежде чем переходить к вопросам, чтобы рассмотреть трудовые отношения, их понятия, основания возникновения стороны и также конечно же права и обязанности работника, работодателя, нам необходимо вкратце ознакомиться с вопросом, что же представляет вообще из себя такая отрасль права, как трудовое право. Значит это у нас отрасль права, которая регулирует отношения, возникающие между работником и работодателем, независимо от их организационно-правовых форм деятельности. Регулируемые трудовым правом отношения, они основаны на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работников за определенную плату трудовой функции в подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при конечно же обеспечении работодателем условий труда. Значит предметом трудового права, как и любого, как и любой отрасли, это будут в первую очередь отношения правового характера. А конечно касательно уже трудовой сферы, трудового права, это будут трудовые отношения и отношения, которые будут тесно с ними связаны. Это какие? Организация труда, его управление, профессиональная подготовка, рассмотрение трудовых споров, ответственность работников, работодателей. Контроль за соблюдением трудового законодательства. Участниками трудовых правоотношений у нас выступает кто? Две стороны. Это работник и работодатель. Если мы обратимся к трудовому кодексу, то согласно статье 20 этого нормативного акта, работник это физическое лицо, которое выступает в трудовые отношения с работодателем. А кто же работодатель? Это, конечно же, физическое или, может быть, юридическое лицо, которое вступит в трудовые отношения уже с работником. Нас интересует в качестве работника это кто? Медицинский работник. Это у нас физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, которое работает в медицинской организации и в трудовые, точнее даже в должностные обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо же это физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность. Не стоит путать участников трудовых отношений и субъектов трудовых правоотношений, поскольку субъектами трудовых отношений будут выступать, кроме работников и работодателей, кто еще, да, юридические лица какие-то, профсоюзы, да, органы по рассмотрению трудовых споров, а также другие субъекты. Значит, мы можем себе позволить и посмотреть, что рассмотреть. Вопрос, который будет характеризовать трудовые правоотношения в целом в будущем, мы начнем с признаков. Значит, какие же у нас признаки трудовых правоотношений? Первое. Трудовые отношения осуществляются на основе правил внутреннего трудового распорядка. Далее. Работник у нас работает в коллективе конкретной организации. Работник приступает к работе в соответствии с особым юридическим документом, трудовым договором. О нем мы скажем немного ниже. Работник выполняет определенную работу в соответствии со своей специальностью или должностью. И работодатель у нас обеспечивает определенные условия труда. Ну, здесь все понятно, здесь никаких вопросов возникнуть не может. Далее. Вступая в эти самые трудовые правоотношения, у нас работник наделен, конечно же, правами и обязанностями. Какие же права у работника? Это право на труд и на вознаграждение за него. Это право на отдых, право на участие в управлении организацией и на объединение для защиты своих прав. И право на социальное страхование и на возмещение вреда. Наряду с правами всегда у нас что возникают? Обязанности работника. Значит, следующее. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину. Выполнять установленные нормы труда. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. Незамедлительно сообщать работодателю, либо непосредственно руководителю, о возникновении ситуации, которая что у нас представляет? Угрозу жизни и здоровья людей. Это мы вкратце рассмотрели права и обязанности одной стороны работника. И вторая сторона – это работодатель, который также наделен правами и, соответственно, обязанностями. Значит, какие права работодателя? Это право на законное урегулирование трудовых правоотношений. Что сюда относится? Это заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками в порядке, установленном законодательством. Здесь же вести коллективные переговоры, заключать коллективные договоры, принимать локальные нормативные акты, создавать объединение работодателей в целях представительства и защиты своих интересов, ну и, конечно же, вступать в них. И следующее право работодателя – это право на поощрение и наказание. Что это значит? Поощрять работников, требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, привлекать работников к дисциплинарной, к материальной ответственности. И вторая сторона медали – это обязанности работодателя. Значит, в обязанности входят следующие. Это соблюдение законов, обеспечение условий труда, введение коллективных переговоров, допуск контроля за соблюдением трудовых правоотношений и на возмещение вреда. Ну а теперь мы можем рассмотреть вопросы, связанные непосредственно с трудовым договором, с его понятием, какие стороны представляют собой, точнее, те лица, стороны, которые вступают в эти правоотношения, заключая между собой данный документ с договором. Ну и сам порядок заключения и порядок осторожения также рассмотрим в этом вопросе. Значит, что касается понятия трудовой договор, то это соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работодатель предоставляет работу и своевременно оплачивает труд. А работник, он в свою очередь обязуется лично выполнять определенную трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Значит, трудовой договор, он может заключаться на определенный срок, может быть бессрочный, ну и срочный не более 5 лет. Значит, в трудовом договоре у нас указываются следующие условия. Это обязательно место работы с указанием местонахождения, это трудовая функция, то есть работа по должности, соответственно, и режим времени работы, отдыха, ну и так далее. Кроме этого, в договоре должны указываться фамилия, имя, отчество работника, наименование работодателя, сведения о документах, которые удостоверяют личность работника и работодателя, и ИНН того и другого налогоплательщика. Значит, трудовой договор, он вступает в силу со дня его подписания, либо со дня, когда работник приступил фактически к работе с ведома работодателя. Значит, при заключении трудового договора, в него может быть внесено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе, по соглашению, конечно, сторон. При этом срок испытания, он обязательно оплачивается. Значит, максимально испытательный срок может длиться 3 месяца. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, которые избраны по конкурсу. Также для беременных женщин и женщин, которые имеют малолетних детей. Для несовершеннолетних и для тех, с кем договор заключается на срок до 2 месяцев. Значит, что касается вопроса расторжения трудового договора, то тут может у нас производиться при инициативе работника и при инициативе работодателя. Значит, трудовой договор, он может быть расторгнут по инициативе работодателя в следующих случаях. Это когда у нас идет ликвидация предприятия, это сокращение штата работников, это несоответствие работника занимаемой должности, неоднократного исполнения работников без убежительной причины своих трудовых обязанностей, и однократное грубое нарушение работников трудовой дисциплины там же может вести к этому нежелательному, так сказать, последствию. Значит, по мнению ученой Головиной, трудовой договор как формальное понятие, оно имеет нескольких значений. Это соглашение о труде, это основание для возникновения трудовых отношений, это организационно-правовая форма занятости граждан, это центральный институт трудового права, который регулирует порядок его заключения, изменения, прекращения. В общем, при заключении трудового договора медицинский работник, он обязан предъявить работодателю следующие документы. Это у нас зафиксировано в статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации. То есть это паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, это трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, документы воинского учета для военнослужащих и лиц, которые подлежат призыву на военную службу. Это обязательно диплом о высшем медицинском образовании, свидетельство об аккредитации и документы о присвоении квалификационной категории. У нас в здравоохранении распространены трудовые договоры, которые заключаются на неточный срок. Они всегда обобщаются, если стороны особо не оговорили срочный характер будущей работы. Полагается, что к такому договору у нас относится постоянная работа, не ограниченная каким-либо сроком. Однако не менее распространенным в здравоохранении является трудовой договор на определенный срок не более пяти лет. И в частности, экстренный договор трудовой на срок исполнения функции отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством держится место работы. Отдельный раздел трудового договора нужно обязательно посвятить это режиму рабочего времени, где можно, точнее, где должно быть указано время, периодичность выполнения работников трудовой своей роли, длительность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы, исходя из чего, из продолжительности еженедельной работы, и в зависимости от пяти или же шестидневной рабочей недели. Далее, здесь же надо оговорить длительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Для большей части категории медицинских работников общая 28-дневная продолжительность увеличивается на 12 дней, а также указан характер условий трудоработника, вредные и нормальные условия труда. Что касается вопроса оплаты труда, тоже необходимо урегулировать в трудовом договоре, то может формироваться этот вопрос как в самом трудовом договоре, так и с указанием на настоящее расписание клиники. В последнем случае штатное расписание или выписка из него касается определенного работника и считается необходимым прилагать к трудовому договору в качестве его существенной части. Здесь же должна быть указана периодичность выплат заработной платы, основная часть, авансовый платеж, а также размер обязательного давансового платежа. Значит, если медицинская клиника выполняет свою работу, включая в числе иностранных граждан, то позволяет оплату своих услуг в иностранной валюте, тогда в трудовом договоре необходимо это отразить, то есть какая должна быть валюта заработной платы. Значит, вообще оплата труда для медицинского работника вообще в соответствии с положением об оплате труда. В общем, зарплата начисляется, исходя из трех составляющих. Значит, учитывая, что медработники получают денежные выплаты из государственных средств, размер их оклада устанавливается нормами закона. Значит, работники бюджетной сферы, они переведены на принципиально новую систему оплаты их труда. Значит, оплата труда медицинских работников – вот эти вот три компонента, о которых мы сказали выше. Это сам оклад, который зависит от должности и квалификации. Это компенсационные выплаты. То есть что сюда входит? Это оплата за отличные от нормальных условий, например, за дежурство в ночное время, за переработку, за работу с особым контингентом. И третья составляющая – это стимулирующие выплаты. То есть это четко персонифицированное денежное вознаграждение, которое выплачивается по распоряжению руководителю, конкретному работнику. Альтернативой дежурств вообще для медработника является такая форма занятости, как дежурство на дому. Значит, такой режим работы, он в трудовом кодексе не отметен, но предусмотрен специальным ведомственным актом. Это приказ Минздрава России номер 148-Н. Значит, оплата труда медработника в этом случае начисляется в следующем объеме. Значит, это сюда входит период времени, в течение которого сотрудник дома ожидает вызов и учитывается как одна вторая рабочего времени за каждый час пребывания дома. И сюда же относится время, затраченное наказание медицинской помощи и время следования медика от дома до места работы и обратно как один к одному. Значит, для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Также это все у нас прописано в трудовом кодексе. Что это за сокращение? Да, это не более 39 часов в неделю. И в зависимости от должности или же специальности продолжительность рабочего времени медицинских работников определяется у нас также правительством Российской Федерации. Медицинским работникам организации здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности, либо там в поселках городского типа, продолжительность работы по совместительству может увеличиваться по решению правительства Российской Федерации, принятому с учетом мнение соответствующего Общероссийского профессионального союза и Общероссийского объединения работодателей. Отдельная категория медицинских работников может быть получен им ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. И продолжительность дополнительного отпуска она также устанавливается правительством. В целях реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания граждан на медицинскую помощь в экстренной или же неотложной форме медицинским работникам медицинских организаций с их согласием может устанавливаться дежурство на дому. Мы об этом сказали, что дежурство на дому это пребывание медицинского работника в медицинской организации дома в ожидании вызова на работу. То есть это для чего повторимся? Для оказания медицинской помощи в экстренной или неотложной форме. Значит при учете времени фактически отработанного медицинским работником медицинской организации Время дежурства на дому учитывается в размере 1-2 часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому. И общая продолжительность рабочего времени медицинского работника медицинской организации с учетом времени дежурства на дому не должна превышать норму рабочего времени медицинского работника данной этой организации за соответствующий период. Особенности режима рабочего времени и учета рабочего времени при осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций в дежурстве на дому устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, которые осуществляют функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. Должности руководителей, заместителей руководителей медицинских организаций, а также подведомственных федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации или же органами местного соуправления, руководителей филиалов медицинских организаций, подведомственных федеральным органом исполнительной власти, замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет, независимо от строка действия трудовых договоров. Лица же, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, они переводятся с их письменного согласия на иные должности, которые соответствуют их квалификации. Значит, учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность руководителя медицинской организации, соответственно, подведомственному федеральному органу исполнительной власти, либо же органу самоуправления, до достижения возраста 70 лет по представлению общего собрания конференции работников указанной медицинской организации. Значит, помимо оснований, которые предусмотрены Трудовым кодексом и иными федеральными законами, основанием прекращения трудового договора с руководителем, с заместителем руководителя медицинской организации, подведомственному федеральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, или же органу местного самоуправления, руководителем филиала медицинской организации, подведомственному федеральному органу исполнительной власти, является достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в соответствии с настоящим кодексом. Теперь переходим к вопросу, связанному с дисциплинарной ответственностью медицинских работников. Значит, в случае нарушения трудовой дисциплины работник несет дисциплинарную ответственность за совершение дисциплинарного проступка, то есть это неисполнение, да, или же ненадлежащее исполнение работников по его вине, возложенных на него трудовых обязанностей. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен что сделать? Он должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. И сам же работодатель, он вправе применить следующие взыскания. Это у нас замечание, это выговор и увольнение по соответствующим основаниям. Значит, все это у нас предусмотрено также в Трудовом кодексе, а именно в статье 192. Вообще, здоровье и жизнь людей, да, мы это знаем, это есть главный элемент, который защищаемый Российской Конституцией. Об этом нам свидетельствует статья 41. Каждый имеет право на защиту здоровья и медицинскую помощь. Погрешности же медицинских работников в большей степени они приводят к нарушению прав граждан на здоровье и жизнь. И в этой связи российское законодательство утверждает ответственность медицинских работников за их неправомерные действия, либо же бездействия вообще. Медицинские работники, они несут ответственность наравне с законодательством, понятно же, Российской Федерации. За нарушение прав в сфере защиты здоровья, причинение ущерба жизни и здоровья при оказании медицинской помощи. Значит, правовая ответственность медицинских работников за профессиональные правонарушения, она охватывает что? Это материальная, да, ответственность или же дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность, она предусмотрена у нас также Трудовым Кодексом Российской Федерации. И согласно вот статье 233 Трудового Кодекса, материальная ответственность медицинского работника, она наступает за причиненный им вред медицинской организации в результате незаконного поведения работника, либо опять-таки действия, либо опять-таки бездействия, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом, ну и прочими федеральными законами. К примеру, да, если у нас работник вследствие своего противоправного поведения сломал медицинское оборудование, то в этом случае он обязан что сделать? Он обязан возместить медицинской организации стоимость этого оборудования, но есть и также возможность не возмещать те денежные средства, которые медицинская организация могла бы получить, пользуясь этим оборудованием и получая вследствие денежные средства за услуги от пациента. По дисциплинарным поступкам понимается, что нарушения служебной и трудовой дисциплины в целом. Трудовой Кодекс создает возможные разновидности дисциплинарных правонарушений в сфере трудовых отношений. И к данным правильностям они относятся приход на работу в состоянии алкогольного, наркотического, ну или иного тактического опьянения, опоздание на работу, прогул, ну и неисполнение указаний главного врача, ну и так далее. За дисциплинарные правильности мы уже сказали, да, какие, какая ответственность наступает. Общие государственные законы, уставы и положения о дисциплине для отдельных групп работников могут предусмотреть также и другие дисциплинарные взыскания, либо же какие-то неблагоприятные последствия. Ну, например, при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, работник отстраняется от работы, да, за статья 76. При возложении дисциплинарной ответственности должны соблюдаться следующие правила. Значит, запрещается использование дисциплинарных штрафов, которые не учтены федеральными законами, уставами, либо же положения о дисциплине. Об этом нам говорит Трудовой кодекс, статья 192, опять-таки. Далее, до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от медицинского работника письменное объяснение. Это у нас говорится в статье 193 Трудового кодекса. Следующее правило. Это дисциплинарное наказание применяется не позже одного месяца со дня обнаружения вины, кроме времени, болезни медицинского работника, нахождения его в отпуске, в том числе и времени, нужного на учет позиций представительного органа работника. Далее. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Следующее. Приказ работодателя о применении дисциплинарного штрафа, он объявляется медицинскому работнику под подписью в течение трех рабочих дней со дня его публикации. Дисциплинарное взыскание, оно может быть оспоримо медицинским работникам в Государственную инспекцию труда органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Это тоже у нас зафиксировано в статье 193. Помимо дисциплинарной ответственности у нас также существуют и другие виды ответственности. Это какие-то административная ответственность, это гражданская правовая ответственность, ну и, конечно же, это уголовная ответственность. Но мы об этом будем с вами говорить на последующих лекциях. Спасибо.